Дайте денег. Этот лозунг на встрече депутатов ЗАГС Собрания с населением Селивановского района звучал чуть ли не в каждом вопросе. Первыми об этом заговорили работники образования. Просили помочь Красногорбатской средней школе. Еще в прошлом году на ее капитальный ремонт было выделено 106 миллионов рублей из областного бюджета. Сейчас работы там идут полным ходом. Закончить планируют к 1 января 2015 года. И начать в том же году занятия учителям хотелось бы не только в обновленном здании, но и с новым оборудованием. Но на оснащение современным учебным оборудованием не хватает 40 миллионов. Можно ли рассчитывать на финансовую помощь в областном бюджете? Конечно, просто отремонтировать школу, ну, наверное, будет не совсем верно. Поэтому мы договорились предварительно, что подумаем, как вам помочь в этом вопросе. Но, естественно, хотелось бы давать всем миром тогда вот и район, чтобы что-то, и чтобы, может быть, предприятия по чуть-чуть ваши дали. И мы, соответственно, в из областного бюджета тоже подумаем, как денежные средства выделяем. Не хватает денег и врачам. Если с оснащением в районной больнице все вроде бы в порядке, в этом спикер облпарламент убедился лично, то вот с зарплатами не у всех. Врачи жалуются на несправедливость. Зарплата вспомогательного персонала низкая. На нее никакие надбавки и льготы не действуют. Они в штат медиков не входят. Проблема вторая – нормативы на количество пациентов. Теперь в больницах действует принцип – лечить не больше определенного количества плановых больных. Норму превышать нельзя. В итоге… Койки, например, будут пустые. То есть доктору будет сложно объяснить, почему, например, я плановых больных не положу. Хотя у меня есть, например, койки свободные. Но баспетизировать я уже не могу. А ведь зарплата у врача зависит от количества пациентов. Получается, выше положенного не прыгнешь. В департаменте здравоохранения об этих проблемах знают. Но вот если со вспомогательным персоналом можно что-то решить, то по нормам пациентов, заявил Юлия Арсенина, таково задание министерства. Мы должны выровнять труд наших сотрудников здравоохранения. Когда мы стали разбирать, каким образом работает учреждение, какая нагрузка, и когда в разрезе зарплатных плат стали смотреть, у нас сказалось, что больницы скорой помощи, и врачи, которые работают в круглосуточном режиме, имеют очень серьезную нагрузку, у них зарплата иногда бывает ниже, чем в сельских больницах. У местных депутатов и общественных активистов вопросов не меньше. Например, тема с транзитной федеральной дорогой. После строительства моста через Аку в Мурме по Селивановскому району, как и по самой Красной Горбатке, пошел транзитный большегрузный транспорт. Дорога разбивается быстро, ремонтировать приходится каждый год. И большая часть выделенных на ремонт средств уходит как раз на федеральную транзитную трассу. В итоге на ремонт своих денег не остается. Дайте больше денег требуют местные депутаты. Помощь помощью, но и самим зарабатывать нужно, считает спикер облпарламента. Район сегодня дотационный, получает порядка 80% дотации из областного бюджета. Это очень много. Хотелось бы, конечно, чтобы район больше сам зарабатывал денежных средств. А для этого в Селивановском районе инвестиционных площадок пока нет. Не знают крупные предприниматели о возможностях района. За это Владимир Киселев пожирил главу района. Даже на сайте администрации никаких предложений для бизнесменов нет. А вот будут инвесторы, будут и деньги. Тогда и социальные вопросы решить будет проще. Причем самим. Алексей Соков, Ян Захаров, 6 канал.